Всем доброго утра! Я кушаю персик. Посмотрите, чем занимаются мои дети. Но это уже не доброе утро, добрый день. Они сегодня кашу ели геркулесовую. Так, что я сегодня делаю? Видите, мои тапочки бросаются, потому что везде валяется. Я хожу босиком. Приготовила сегодня вот такие блины. Оладушки. Хожу все время с тряпкой. Вот вечером все помыла, а все равно вот с утра уже какая-то пыль. Ничего, потом перемоем. Так. Наготовила, тут что-то помыла. Уже все не прячу в машинку. Что не жирное, можно перемываю. Ну, как-то так. Видите, как ветерок у меня дует? Такой сквознячок у нас. Вообще прекрасное расположение квартиры. Занималась сегодня йогой. Прекрасное настроение и все. Друзья мои, я йогой занимаюсь не для похудения, а для здоровья. Почему? Потому что у меня стала двигаться рука, мышцы. Хоть я и похудела, мышцы старались. Заниматься и развивать свои мышцы. У меня эта рука, я не могла раньше ее приподнять. Вот сейчас она мне так двигается. Хотя бывают моменты, что чувствую сопротивление. Но я продолжаю двигаться. И еще позвоночник. Я раньше не могла с кровати встать. Меня аж как вот так вот просто ногами. Вот отодвигал, я не могла выпрямиться. Вот как кол у меня стал, здесь крестцы и все. Это было связано с седаричным нервом. И сейчас все нормально. Несмотря на то, что я все подряд кушаю. Я кушаю хлеб. У меня прежний вес 58. Я не знаю, с чем это связано. Я спью кока-колу, фанту. Я кушаю сладости, конфеты. Ну, естественно, я очень много двигаюсь и много потею. Тот покой мне снился. Что было у меня до этого? Сейчас что-то упало. Надо посмотреть. По-моему, это компьютер. Диогой занимаетесь. Поэтому говорю, переходите по моей ссылке, которая находится в описании под видео. И вы там со скидкой приобретете абонент. Попробуйте на месяц. Попробуйте. Если понравится, понравится. Нет, нет. Это копейки. Это ваше здоровье. Даже сейчас у меня не получается вставать в 6.15. Ну, никак я не могу, потому что я поздно ложусь. Но я занимаюсь записей. У вас каждый день для каждого отдела. На позвоночниках разные упражнения. Это очень полезно для здоровья. Я с 6 месяцев, наверное, уже буду заниматься. Я действительно не буду советовать плохое. А по моей ссылке вы получите со скидкой абонент. И не ленитесь, заставляйте себя. Во-первых, там не только йога. И мы развиваемся. Мы читаем книги. Мы отвечаем на вопросы. Учимся у других. То есть они прошли какой-то путь свой. Очень много советов дают. Катя говорит, вообще она обалденная женщина. Я ее обожаю. Посмотрите, позанимайтесь с ней. Вы сами поймете, что вы не пожалеете. Все, пошла готовить завтрак. Муж он встал уже. Смотрите, так поздно. На воскресенье можно расслабиться. А ну посмотрим, какая водичка. Теплая водичка, бегу. Какая прелесть. Посмотрите, какая чистенькая. Мои дорогие друзья. Ухай, я буду проводить. Я в это все. Загореть, правильно? А то жарко в это время. Раз. Раз. Умничка моя. Ермочка. Чистенькая водичка. Бабыра тоже сейчас переоденится. А то такая сейчас важная. Боже, какое счастье, что мы живем рядом с морем. Я тут хорошо попила. Что-то ищет там. Камушки или что. Что это он там нашел? Кто-то занимается спортом, я смотрю. Много людей до с утра. Уже они почти все уходят. И там и пришли. Курортники. Ну что, моя хорошая, пойду я переодеваться? То есть раздеваться и купаться. Всем привет. Вот мы уже идем домой. Ты что-то черный, да? Мы тень, наша тень. Стойте, я покажу вас. Три мушкетера моих. Три мушкетера моих. Люблю вас всех. Привет, привет. Почему вы там не идете? Там надо. Нет, там не надо нам. Нам надо прямо. Ну почему идем туда? Моя это, жара. Иди сюда. А вот и я, друзья мои, искупала всех детей. И сейчас готовим завтрак. Тут у меня была жареная картошка, осталась вчера. Жарена. И я сейчас взбиваю яйца и сделаю такое вот турецкое блюдо. Я у кого-то в блоге рассмотрела. Это будет как и обед, и это, потому что время уже полдвенадцатого. Детей я накормила там на море. Семичку пила им. И перекусили, можно сказать. Ашкем мой пошел, Ашкем пошел в офис посмотреть, как там дела. Ну, естественно, у него будет работа, как только появятся клиенты. Мои дорогие, уже многие из вас не пишут, звонят. Но я только посредник. Я не имею никакого к этому отношения, только помогаю ему и направляю клиентов. Вы сами понимаете. Сегодня я надела юбку. Посмотрите. Она короткая у меня, не буду показывать. Но посмотрите, насколько она мне велика. Это вообще-то должно быть встали. И падает. Все на мне большое. Хотя я так питаюсь. А вес 58 килограмм. Еще я хочу поделиться новостью. Сейчас я продлила свой абонемент на три месяца. То есть на сто дней. Как раз у меня подходил к концу. Сегодня последний день йоги был. И я, значит, выпью кофе. Должна была как-то действовать. И как раз объявила Катя Гуру, моя любимая, йогиня. А то, что она, акция у них сейчас такая, 100 дней на 2222 рубля. Я сейчас посмотрю, сколько с карты сняла у меня. Ну, мне кажется, 230-240 лир будет. Я так думаю. Ну, посмотрим. И вот так вот я на 100 дней продлила. Там еще будет и про питание говорить. То есть Катя Гуру, это не только йога. Это и правильное питание, советы. И какие-то болталки каждый день на разные темы. Это воспитание детей. Это саморазвитие. Это секс. Это отношения с мужчиной. С друзьями. Финансы. На все темы мы разговариваем. И это очень мотивирует, когда с утра я ее слушаю. А также у нас есть караоке. Также мы читаем аудиокниги. Но у меня сейчас аудиокниги с моими детками никак. Я все наверстаю потом. Так что вот такие вот дела, мои дорогие. И я привела себя в порядок. Буду уже вот так выходить к вам появляться. И это еще у меня будет скоро встреча через час онлайн. Так что настроение хорошее, позитивное. Прошлись так с детьми по базару. Увидели, что почем. Сегодня персики 7 или 8. Что еще мы видели? Кабачок 7-8 лет. Очень подорожал. Ну, у меня столько кабачка от мамы. 4 лиры баклажаны. Огурцы новые, такие зеленые, длинные. 6 или 8 было. В общем, так быстренько, бегло-бегло пробежались по базару с детьми. Я их искупала. Они у меня сидят чистенькие. Сейчас ждут обеда, можно так сказать. И стараюсь все быстренько, пока я их покормлю, полы помою. И все, организовано все. Уже я постирала все тапочки наши, купальники висят, стирка у меня уже сейчас. Вот я включу, не включаю, чтобы не шумела машинка. У меня все под контролем. Конечно, первое время было трудно, но потом все вошло в норму. Так, мои хорошие, буду жарить омлет, покажу, что получилось. Вот такой вот получается омлет. Тут у меня были и котлетки чуть-чуть, и картошечка. Ну, я думаю, что им понравится. С хлебушком, с чайком. Сейчас все. Они вот так вот я чай делаю. Потом разбавляю, что тут очень крепкий вышел, а потом разбавляю с холодной водичкой кипяченой. И чайок не горячий. Уважаемые друзья и подписчики! Подписывайтесь на мой канал на инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила! Ну, а вот мои девочки и мальчики, волосики сушатся, у них сохнут. Света красивая. Света красивая, понравилась им Света сегодня. Да, бабулечка. Все, Мария потом будет заниматься, она сказала мне, как покушаем. Как это не будешь, бабуля, надо, а то в школу пойдешь и ничего не будешь помнить. Мы маленькие, мы не будем, дядя. Вы будете тоже, вам надо заниматься. Все, давайте идите на кухню, завтра готов. Здесь у меня варится куриный супчик. Сейчас вермишель брошу, как картошечка сварится. Аж кем пришел с базара. Ходили вместе с Мари. Сказал, что потратил 150 лари, но купил прищепки, две упаковки, говорит, около 30-26, что ли. И купил вот, кажется, 5 кг муки. Это тоже по 4 лиры, где-то 20. А так в основном все по 6 лир, кажется, персики. Сливы 5, яблоки 5, по-моему. Огурцы, по 5, кажется. Вот виноград по 8. И дыни 2 штуки, 10 лар. Все время лары путаю с лирами. Дыни 2 штуки, 10 лир. Лобио 10 лир килограмм. Я утром шла, смотрела цены. Еще купил картофель, наверное, 4 килограмма. Еще что он купил? Сейчас покажу вам холодильник. Я сегодня сделала такую генеральную. Вчера в воскресенье я решила расслабиться и нифига не делала. А, вот такие помидоры взял. Купил он. 3,5. У нас называется Марны Ольские. А здесь не знаю, какие. Ну, смотрите, у меня еще есть чего тут. Сейчас вот эту поставлю сюда. Так, что у нас в холодильнике? Опустел немножко. Ну, здесь у меня обед, здесь у меня мясо отварное. Здесь что у меня? Суп у меня. Оно сегодня я делала ашкину. Вот такие буреки. Накрутила 10 штук. Из них вот он 6 или 7 поел. Вот так вот у меня в холодильнике немножко сварится. И отправлю я вермишельку. Ну, вот такой красивый супчик я приготовила. Вот такие огурчики какие-то новые. Видите, они очень вкусные. Деткам понравилось. С иранчиком. Так, Ирмочка еще спит, поэтому... Так, здесь я... Лук у меня. Хочу, чтобы они ели лук зеленый. Что я еще приготовила? Ну, здесь суп. Здесь я сделала сотей с грибами. Почему-то такой цвет получился. Грибы, не знаю. И... Вот такая пицца вышла. Может, пригорела? Или грибы как-то почернели? Почему они почернели? Вкусно, да? Покушают.